Всем привет, вы на канале CryptoCommons и давайте посмотрим, что происходит у нас с крипторынком и вообще с рынком. Биткоин у нас с вами тестирует двухнедельную EMA Ribbon, пока еще как поддержку, пока еще не пробил, но напоминаю вам, что в медвежьих рынках у нас была такая тенденция, что мы ее тестировали, отскакивали, но в итоге пробивали и уходили ниже, как здесь, так и здесь. Поэтому сейчас для медведей возможно такой сценарий с отскоком куда-нибудь на 46, на 50 и потом тут за дно на 25 или ниже. Но я в этот сценарий не верю, насколько вы знаете, я по быче настроен на крипту и на мой взгляд биткоин это цифровое золото. А мы с вами видим, что происходит с золотом последние недели и дни. Вот оно идет точно по прогнозу, рисует глобальную участку с ручкой, дорисовывает уже эту ручку. И в принципе на фоне событий все рынки трясет, кроме защитных активов. То есть золото, серебро, платина, палладий и так далее, все идет наверх. И я думаю, что золото с Атузамунит очень-очень хорошо в ближайшие несколько месяцев и может быть даже и лет. Золото очень долго было в накоплении и в целом трендится наверх. При этом мы видим, что происходит с фондовым рынком, да, он падает, особенно российский рынок. Ребята, мы на этом канале редко с вами обсуждаем российский рынок, да и по-моему вообще никогда не обсуждали, но я хочу заострить ваше внимание на Сбере. Посмотрите на Сбер, я начертил по нему логарифмический канал. Сбер, ребята, упал на такой лоу просто, на отметке 2015 года упал Сбер. Вот, ну даже не считая вот эту тень, биржа откроется завтра, то есть скорее всего они нарисуют отскок, никому не дадут так низко купить. Но тем не менее, по моей тактике, по моей стратегии черепашьего трейдинга, это чуть ли не лучшее место для покупки в долгосрок. Да, могут свозить еще ниже, могут, но в целом, если вы покупаете акции Сбер сейчас, я думаю, вы будете в охрененном плюсе через какое-то время. Потому что сейчас на панике, все будут продавать, будут суетиться, а умные деньги будут покупать. Но дисклеймер, естественно, не финансовый совет. Теперь, что у нас происходит все-таки с биткоином? Я хочу вам сказать, что да, с одной стороны мы выглядим, как будто бы рынок медвежий, как многие сейчас говорят, что вот это был пик, это был ложный пик, такой отскок до хлыкошки, который был выше, чем предыдущий пик. И типа мы идем вниз, как это было здесь и здесь. Но я хочу вам все-таки в пользу бычьего сценария дать некоторые аргументы. Смотрите. Ну, во-первых, это скрытый бычий дивер, о котором я уже говорил. Вот он здесь наблюдается. Скрытый бычий дивер, он сильнее, чем явный медвежий, на мой взгляд, опять же, по моему опыту. А во-вторых, возвращаем нашу любимую рубрику скрыны от подписчиков. Посмотрите, что прислали товарищи. Вот метрика с Glass Note, Entity Adjusted Dormacy Flow, по которой мы находимся сейчас в очень перепроданных значениях, вот внизу на этой зеленой линии, и собираемся отскакивать. При этом, посмотрите-ка, вот здесь было двойное дно, вот оно. Двойное дно, разворотный паттерн в итоге. Здесь было тоже двойное дно, посмотрите, вот оно, укрепленное. 2011-2015 год. В 2019 году тоже было двойное дно, вот здесь вот, посмотрите-ка, вот оно, укрепленное. И сейчас, в 2022 год, похоже, что двойное дно тоже точно такое же. То есть сейчас, на самом деле, по всем признакам, по этой метрике, мы находимся на дне медвежьего рынка, во что мало кто сейчас хочет поверить. То есть вот это все был небольшой медвежий рынок, это был, скажем так, мини-бычий, мини-медвежий рынок, и мы сейчас рисуем W, заходную, с прострелом куда-то очень сильно наверх. Вот, что может сейчас происходить. Несмотря на то, что мы уже находимся под недельной сеткой EMA Ribbon, и дважды от нее здесь отверглись, то есть, в принципе, похоже, что мы идем вниз. Но я вам напоминаю, что задача манипулятора в бычьем рынке сделать так, чтобы вы поверили, что он медвежий, все продали, и только после этого начинается To The Moon. To The Moon никогда не начинается, когда все сидят в ракете и ждут иксов. Вы понимаете, да, этого? Например, вот здесь, вот в прошлом цикле, были вот такие вот моменты. Смотрите, двойная вершина, двойная вершина, коррекция, и тоже все выходили и думали, что это конец рынка. В итоге мы увидели рост еще на 5 иксов. То же самое было и в позапрошлом цикле, даже еще более жесткая коррекция, где все тоже выходили, думали, что это все, и мы увидели следующий рывок наверх еще на 10 иксов. Так что сейчас, ребята, очень похоже, что манипуль играет с нами и делает вид, что рынок медвежий. Это мое мнение, конечно же, дисклеймер, не финансовый совет. Второй скрин от подписчика тоже меня очень сильно подбодрил. Посмотрите, это биткоин и индикатор MACD. Посмотрите, какая ярко выраженная здесь дивергенция по MACD. Посмотрите, у нас вот был медвежий рынок, его дно, и MACD в этот момент, низы по MACD уменьшались. Да, после этого, если мы сейчас находимся где-то здесь, в целом это было практически абсолютное дно. Здесь тоже, посмотрите, пики по MACD уменьшались, и в итоге мы были практически на абсолютном дне. Здесь тоже пики по MACD уменьшались, и мы пришли на абсолютное дно. Здесь, в коронадамп, тоже, посмотрите, мы так сильно не упали, по MACD пики уменьшались. И сейчас у нас с вами уменьшаются пики по MACD, и да, мы очень похоже, что мы сейчас находимся плюс-минус на своем историческом дне. Поэтому, ребята, я все еще обычно настроен на крипту, я накапливаю крипту, я практически уверен, что вот этот вот уровень, где мы сейчас, это плюс-минус там 50, это плюс-минус дно следующего медвежьего рынка, друзья, в глобальной перспективе. Что-то типа вот такого я жду. Напишите в комментариях, чего ждете вы. В локальной картине, что мы видим по биткоину? Ну, 4-х часовик, флэт, сужающийся диапазон, можно сказать, что треугольник. Здесь у нас было с вами 3 желтые точки на этом дне, и обратите внимание, как мы ниже не ушли. Вот была гигантская дивергенция, мы ниже этих точек сильно не ушли, ну, ниже последних двух. И сейчас у нас пошли повышающиеся минимумы. То есть, в принципе, я вижу локально тоже пробой из этой фигуры наверх, с последующим закреплением и туда. Я вижу эту фигуру как глобальная W. Естественно, нужно быть готовым ко всему. Если все пойдет не по плану, и мы валимся вниз, нужно тоже себя обезопасить там стоп-лоссом либо достаточным объемом средств, чтобы это все дело усреднять. Но глобально, еще раз я вам говорю, похоже, что мы на дне. Тем более, посмотрите, как ведет себя золото. Золото просто нереально тузамунит. Напоминаю вам, что на бирже Femex вы можете торговать золотом. Что я, собственно, здесь и делаю. На выходные я позицию разгрузил, забрал с нее 5 тысяч баксов. Пока вне позиции. Ну, то есть, один контракт у меня. Но я жду момент. Я жду откатика по золоту хотя бы куда-нибудь вот в район 1920, вот туда, и там 1900, если дадут. И потом играть наверх. Но не факт, что дадут. Поэтому золото, ребята, конечно же, отличный защитный актив. Коим является и биткоин, ребята. Я вам напоминаю, что биткоин во все времена отрабатывал очень-очень хорошо в долгосрок, если вы посмотрите. В долгосрок биточек у нас с вами отрабатывает всегда замечательно, как защитный актив. Если вы негалимый спекулянт, а нормальный ходлер, вы это на себя понимаете. За то время, что я в крипте, ребят, биткоин вырос уже в 200 раз. И это не предел, и это только начало, поверьте мне. Так что вот, все ссылки в описании. Биржа Femex замечательная. По битку вот у нас образовался такой некий треугольник с сопротивлением в районе 44 тысяч и восходящей поддержкой, на которой мы прямо сейчас и лежим. Поэтому я жду наверх. Частичные тейки спекулятивные расставил. А в целом жду наверх. Напишите, что думаете вы. Ставьте лайк, если вам нравится криптоконтент. Спасибо, что смотрите. Все ссылки в описании. И скоро увидимся. Всем профитроли. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»